26 апреля 1986 года произошла одна из самых страшных техногенных катастроф – авария на Чернобыльской атомной электростанции. Она унесла жизни тысяч спасателей и жителей окрестностей Чернобыля. В Раменском почтили память тех, кто отдал свои жизни при ликвидации аварии. Это событие, которое произошло сколько-то лет назад. Для нас событие. Но это то, что позволило вам сегодня родиться. Это те стороменчан, которые уехали на ликвидацию Чернобыльской аварии, понимая, что могут не вернуться. И все это ради нас, ради тех поколений, которые будут жить после. И наша с вами задача, вспоминая тех, кто не вернулся, не допустить такого и сейчас. Взрыв и последующее разрушение 4-го энергоблока атомной электростанции – одна из самых страшных техногенных катастроф. На ее ликвидацию были привлечены специалисты со всей России, в том числе и из нашего города. Этот день, во-первых, международный, признан с 2019 года. Почему? Для того, чтобы привлечь внимание к проблеме, которая касается абсолютно всех, не только нашей страны. Вот сегодня СВО защищает ту же самую Запорожскую атомную станцию. То, что было с Чернобылем, чтобы не было допущено. И, конечно, молодежи надо знать об этом. Там среди женщины находится вдова. Долго ее муж был забыт, его имя. Знаете, как она переживала. А вот сейчас она с такой радостью ходит. И мне звонит, будет такое мероприятие? Будет. Юрий Федорович Мачехин был в числе тех, кто работал непосредственно в зоне отчуждения. Сейчас он возглавляет ветеранскую организацию, объединяющую всех чернобыльцев Раменского. Юрий Федорович, как руководитель, тоже совершил подвиг, работая командиром эскадрильи, летчиком и делая вылеты над этим ужасным местом, которое фонило каждый день. Никто из нас не пожаловался на головную боль, на боли в животе или еще в каком-то другом органе. Все работали до предела, до последнего, пока реактор был не заглушен. И никто раньше времени не ушел и не сбежал. Поэтому работали все добразовестно. Риск для жизни и когда люди не жалеют свою жизнь для счастья других всегда важный и актуально. И эта тема очень сейчас актуальна, потому что, я думаю, подвиг как чернобыльцев, а я помню его по детству, как это было, и было достаточно страшно, когда никто не знал, что будет дальше. В этот день мы выражаем благодарность людям, самоотверженно вставшим на защиту от ядерной опасности, как напоминание об ответственности человечества за судьбу планеты. Память жертв радиационных аварий и катастроф почтили минутой молчания. У раменских чернобыльцев, их родных и всех, кто помнит об этой катастрофе, есть особое место, куда они приходят 26 апреля. У каждого в душе в этот день одно желание – сделать все, чтобы подобная катастрофа больше никогда не повторилась. Андрей Пластунов, Ольга Неаполитанская, Раменское телевидение.